Доброго времени суток, кому не все равно. Сегодня третья часть разбора постановки в Керченском колледже. В первой части достаточно много уже аргументов приведено, но, как обычно, спланированные такие информационные диверсии, они сопровождаются потоком дальнейшего бреда, который призван массы поверить в произошедшее. Ну а мы будем дальше анализировать, что такого странного происходит с этим событием. Постановки без визуализации не работают, поэтому и требуется множество цеховых видео, множество противоречащих друг другу версий, тайн каких-то идиотских. То есть для того, чтобы люди, которые смотрят «Зомбо-ящих», поверили в происходящее, ну или те, которые сидят в интернете на пабликах Мэша и прочих цеховых ресурсов. Для меня сам факт постановки, но он был очевиден сразу, еще до того, как я вообще что-то начал изучать. И даже вот опыт обзоров питерского метро, когда мне чуть ли не пять человек из «зорванного» в кавычках вагона писали, что мясо прилетало на ботинке. И когда я анализировал постановку фейкового крушения Ан-148, там также мне писали люди, что видели, как падает самолет. Хотя ни одна видеокамера не зафиксировала это, а видео, где самолет якобы попадает на камеру наблюдения там за домом. То есть оно было фейковое, там нарисованный самолет был. И здесь то же самое. Мне начали писать в моих видео комментаторы, что убили мою учительницу. Ну вот все, прям очевидцы начали писать. То есть, которым, по идее, дел нет. Ну, если бы это событие в реальности происходило, то есть дел бы не было до этого. Но это все равно, что, например, мне нет дела до того, как нодовцы усираются, что у нас там якобы только в Конституцию поменять, и все в стране изменится. Мне нет желания лезть в ветки нодовцев и что-то им там рассказывать. А здесь же нет. Здесь потоком идет, ну, такие жуткие оскорбления, что как эта постановка, погибли люди, бог вам судья. То есть, ну, в одном стиле кремлеботы начали атаковать мой канал. Ну, причем не сразу. То есть, первые, там, часы, там, просто не было этого. А потом уже, понятно, когда видео поднялось, и в топ попало по новостям, там, больше 30 тысяч просмотров в первой части. И начали, естественно, кремлеботы тоже атаковать. Ну, давайте теперь дальше. Что еще интересного у нас преподнес вчерашний день? Ну, интервью брата якобы погибшего. И опять вот многие, в кавычках, свидетели говорят, что им их не впускали в помещение. То есть, они вот что-то ломились в помещении, где идет стрельба и взрывы, а их вот не пускали. Хотя совершенно нормальный человек поймет, что вот если в реальности ситуация происходила, если какой-то взрыв произошел в помещении, вы в него из чувства самосохранения не пойдете. Ну, потому что всегда повторный бывает взрыв. Чувство самосохранения порождает иногда панику, особенно у неосознанных студентов. Ничего, ни паники нету. Нету ни видео, как 60 человек там корчатся от боли, кричат, орут. То есть, при наличии смартфонов у каждого школьника и студента, ну, это просто, в принципе, невозможно, чтобы ни одного видео не было, вот этого всего, ну, события, которое описывают в СМИ. Доказательством постановки также является само фото, в кавычках, самоубийца. Оно является постановочным, и здесь что, ну, можно сказать? Ну, давайте обратимся, например, с тем, как вот люди это описывают в комментариях. Егор Захаров пишет. На трупе вижу колотую рану около подмышки и разрубленное ухо. На мой взгляд, его ударили прикладом в ухо, оглушили, потом два раза заткнули штыком. Вторая рана оказалась глубже и заметнее, потому ее прикрыли книжкой. Кровь шла горлом уже без сознания, ружье подложили под руки. Стефан пишет. Около подмышки не колотая рана, больше похожа, если в реальности, то на поверхностный порез, может быть нанесен осколком стекла. Но по наличии и отсутствии обильной крови очень похоже на костюм, реквизит, бутафория. Колотая рана так не наносится. Вперек ребер и вдоль тела. Ну, многие люди пишут, что вообще возможно это сертифицированная фотография убийства, в кавычках. А сама кровь это возле головы, ну, похоже на вишневое варенье. Ну, как на самом деле, это что вы там видите, то можете сами писать в моих комментариях. Но это явно, что нереалистичное убийство, само положение оружия при убийствах другое. То есть, и причем очень интересно, что в 99-м году, когда была американская постановка, и там также двое людей там якобы покончили жизнь самоубийством, у них ружги тоже лежали неестественным путем. Это тоже была постановка. Постановкой же было и, например, такой же массовый расстрел Брейвиком в Норвегии. То есть, я его вот упоминал, по-моему, в первой части. То есть, вот у нас такой, в кавычках, русский Брейвик появился, который может холоднокровно там 60 человек расстрелять. Очень странное, естественно, и расположение библиотеки там, когда кто-то из очевидцев говорит, что она на первом этаже, потом оно оказывается, что на втором это здание. Вот что пишет по поводу библиотеки пользователь сайта 911. С библиотекой вообще много странного. Во-первых, нет ни одного фото до происшествия. Во-вторых, она находится, опять же, в старом здании. Судя по старому дощитому полу, такого пола нет в новом корпусе. И самое главное, что во всей библиотеке, в кавычках, только один стеллаж, принесенный явно, так как за ним видны только какие-то сложенные панели или стеллажи, библиотека так не может выглядеть. А потом библиотеке книги стоят торцом, они лежат как на прилавке, и доступ к ним имеет только библиотека. А не так, бери, что хочешь, бред ведь. Ну, Росич пишет. На фото ясно видно, что в помещении идет ремонт, тело лежит частично на ламинате, частично на старом деревянном полу, стеллажи, библиотек обычно ставят немного по-другому, параллельно окнам. Здесь же три старые полки 90-х годов, чуть ли не со склада. Еще раз повторюсь, выстрел 12-м калибром в голову, сотворит жуткую кашу из черепной коробки. При этом поза самоубийц из оружия обычно другая. Обычно самоубийцы зажимают ствол помпового ружья между ног. Есть возможность, поэкспериментируйте. А здесь налицо нелепая постановка с непонятным веществом бурого цвета. Ранее предположил, что это перебродившее вишневое варенье. Скорее всего, это читальный зал на библиотеке. Опять вранье псевдосвидетелей, что и подтверждает постановочный характер убийства. Но другой странностью являются сотрудники МЧС в шапках, когда в Керчи плюс 19, бархатный сезон, все нормально. Ну, я вот про себя скажу, в плюс 19 я в футболках хожу, а не в шапках, ушанках. Это очень странно выглядит. Также тепло было одета и директриса, что предполагает само время съемки другое, когда было холоднее. Ну, хотя, не знаю, предположить, что в Керчи бывает холоднее, чем плюс 19 в октябре, ну, намного холоднее, я имею в виду. Довольно-таки сложно представить. Но вот на том постановочном видео, где лежит в пролете человек и смотрит на оператора, как он попал, этот кадр, сам же в кавычках стрелок, он попадает в кадр на другой лестнице, которая, по мнению пользователя, в другом здании располагается. Ну, вот этот кадр на экранах моего третьего компьютера. Здесь что по этой фотографии можно сказать? Ну, есть пользователи, которые считают, что это фотошоп, ну, и приводят следующие аргументы. Не имею под рукой компас с фотошопом, поэтому делаю на телефон. К вопросу обсуждения фото стрелка на лестнице, по мне это дикий фотошоп. Обратите внимание на очертание силуэта слева, явно видно, что фото вырезано. Далее идем к отверстию между ног, где при высветлении и других попытках обработки мы видим несоответствие фона ступенек. То же самое во всей красе мы видим с оружием, где мы должны наблюдать зеленые перилы, но там иной цвет, что говорит о том, что фото стрелка было вырезано и вставлено на фон лестницы. Также можно поразглядывать обувь, которая оказалась вне фокуса, в отличие от остального силуэта. Еще нужно разобраться с тенями, потому что под лестницей справа мы видим крупную тень от окна, которая падает по диагонали слева в правый угол, что наводит на вопрос, где тень стрелка, ибо на фото видно, как ему в спину бьет солнце. То есть, ну, такие вот там рассуждения, что, ну, многие вообще сомневаются в подлинности фотографий в кавычках с видеокамер. Ну, и второй вопрос, а где остальные фотографии с более 20 видеокамер? И если это фото из заброшенного здания, колледжа там не могло быть действующих камер слежения, ну, все это очень странно. Ну, также вот фотографии реанимационных скорой помощи 9 и 11 символы на экране эта фотография имеется. Ну, и дальше опять новые свидетели, новые несостыковки. Ну, вот видео, где девочку вынесли без ноги, как проходила атака на Керчжский колледж, такое название. Там 5 пишут, девушку вынесли без ноги, а на 3.20 там показывают охранника, якобы пьяного, который не может отличить автомата от помпы. Ну, также постановочным выглядит попавшая запись в кавычках в руки журналистов, где этот предполагаемый стрелок в кавычках покупает оружие и патроны в охотничьем магазине. Там, ну, во-первых, сомнение, что это тот же самый человек, которого нам показывают, самоубиенного, или показывают вот в пролетах лестницы. Там большие сомнения. Ну, и во-вторых, там, ну, просто это очень странно. Все это к ссылке к описанию к ролику я прилагаю, чтобы вы сами поизучали эти материалы. Потом очень странным был рассказ очевидца события в кавычках. Там девушка рассказывала об этой кровавой в кавычках бойне в кавычках. И, ну, самое, что забавное, что ее представили как очевидец, и она же была в списке погибших. То есть вот так вот, со спокойным московским акцентом она рассказывала про Керченскую кровавую расправу. Ну, ее там вроде бы даже поправляли, чтобы она хэкала, разговаривала. То есть кто был на юге России, я, скажем, был на Ростове, вы поймете с одного предложения с этой местности человека или нет. Уж сильные у них хэкани, что в Крыму, что в Ростове, что в Донецке, один и тот же акцент. Ну, и забавно, что куратор расследования «Зимней вишни» будет разбирать и это в кавычках «чудовищное преступление». Ну, то есть постановки разбирают у нас специально обученные люди. Странны также аккаунты в кавычках «погибших». То есть там либо не ведутся они толком, либо вообще заброшены. Ну, вот пользователи 9.1.1 на это внимание обращают. Еще одно цеховое видео, как студенты пытаются найти выход из помещения. Там какая-то, видать, это какой-то забракованный дубль, где нет привязки к местности, где камера постоянно дребезжит, где какая-то истерика непонятная, хотя на фоне нету никаких выстрелов. Видать, это в другое время было снято. Ну, вот так вот. И что вот пишут по этому поводу пользователи? Очередной смешной дубль «Бегство спасения». Вероятно, забракованная. Однако Мэш уверена, что это важно. Ранее мы видели, что студенты нисколько не боялись, смеялись, матерились и вели съемку. Правда, видео обрезано. А здесь камера в землю, нет привязки к местности, тряска, наговаривается бессвязный текст. Зачем это показывать? Что это доказывает? Что должно было попасть в сеть? Такие ролики, сколько роликов? Представьте, что не могут представить СМИ и их телезрители. Тысяча студентов. Большая перемена. Студенты высыпали из классов, включили свои смартфоны. У каждого смартфона есть видеокамера. Происходит грандиозное событие, растопившую нылую серую школьную сеннюю пору. Что должны были снимать сотни студентов со своими смартфонами? Включить видеокамеры. Просто включить камеры. Проследовать к вестибюлю, где прямо сейчас лежат и корчатся от боли 70 человек. Должны увидеть как минимум 30 видео, на которых должны увидеть все то, что описано в новостях. А что нам показывают? А нам ничего не показывают. Нам показывают постановку. Ну, Дмитрий тут совершенно правильно замечает все эти вещи. Ну, другим, в кавычках, свидетелем происшествия, в кавычках, была медсестра с каменным абсолютно лицом стальным рассказывает, как в столовой горели дети. Ну, тоже ссылочка к описанию, к ролику. Вот, горели дети. Это такой же мем, как там сидели, стояли и прочие вещи. Ну, войдет в золотой фонд постановок проанализированных. Ну, также хотелось бы зачитать мнение Дмитрия по поводу целей постановок. Ну, Дмитрий не считает, что они сделаны с целью ограничить оборот гражданского оружия на территории. Запрет на продажу оружия – это дутая причина постановок типа масс-шутинг. Предназначается эта причина для конспирологов начального уровня вечернего приходского училища. В США уже почти 20 лет ставятся спектакли масс-шутинг. Однако, в итоге, никакого запрета на продажу оружия нет. Наоборот, есть массовые всплески покупок оружия. Эти постановки действуют как реклама. Порой, позавидуют сами именитые продавцы стиральных порошков. Конспирологи разных уровней уверены, что наличие оружия в населении является проблемой для власти. А значит, именно поэтому власти устраивают такие постановки для запрещения оружия. Я не позволю на своем форуме вести подобный антилогичный бред. Объясню. Первое. Постановки устраивает не власть. Власть чиновники их только обслуживает. Оружие, находящееся у населения, нисколько не угрожает властям, чиновникам. Если бы это было не так, то мы бы наблюдали постоянный рост числа огнестрелов против властей. Это есть? Ничего этого нет. Ни в США, ни у нас. У нас самое большое преступление против власти случайным образом переебать стулом по башке. Есть еще преступление против ментов, но это не в счет, потому что менты это не власть, это прислуга власти, состоящая из того же народа. Народ очень зол на власть, всегда и везде, однако нигде и никогда нет всплесков применения оружия против властей, чиновников. У власти всегда есть способ защититься от народа при помощи силовых структур. Народ всегда знает, что нападения бесполезны. Иллюзия победы на Майдане не в счет, потому что это халтура. Ну, такое мнение, его важно озвучить. Спасибо Дмитрию за то, что он развивает ресурс, на котором можно черпать информацию. Также странным выглядят фотографии внутри школы, они были опубликованы на цеховых ресурсах. Ну, у меня больше такое ощущение, что там не какой-то взрыв мощной бомбы, которая унесла о жизни десятков людей и десятков раненых. У меня ощущение, что просто в здании ремонт, и там красные краски намешали для такого фона. Ну, просто из нереальной фотографии в реальности и взрыв выглядит по-другому, и воронка от взрыва там смешно довольно нарисована. все это выглядит очень нереально и очень странно. Но эти фотографии также ложатся в фонд постановочный. Вот также надо обратить внимание, сейчас на экране постановочное фото, где автомобиль скорой помощи загораживает всю вот эту якобы кровавую картину. Вот что пишут пользователи по этому поводу. Здесь сфотографировано так, что причинное место перекрыто скорыми. Разве фотограф не понимал, что на его фотографии совершенно бесполезно? Оказывается, она популярна, а не бесполезна. Поиск фотографий в гугл выдает сразу пару сотен копий, разосланных по всему миру. Плюс еще больше похожих вариантов этой же фотографии, обрезанных и так далее. Ничего себе как много. Ни одному фотографу не удалось запечатлеть 70 мучеников, которые корчились от боли после взрыва перед вестибюлем. Почему сотни информированных агентств, сотни информационных агентств не спросили с этого фотографа? Почему ни ему, ни другим не удалось обойти скорой и поснимать именно, что нужно? Несмотря на то, что этот фотограф снял полную ерундистику, он может гордиться тем, что его фотографии видели сотни миллионов телезрителей на своих голубых телеэкранах. Мы что-то должны знать о его гонораре, хотя бы о его качестве предположений. Не тут-то было, мы не знаем этого фотографа, а могли быть и другие фотографы, а почему именно он? В колледже тысячи учеников, у них тысячи смартфонов, у них тысячи видеокамер, плюс фронтальные. Сколько разнообразий фотографий и видео должно попасть в интернет с этого места? Несколько сотен. В этих сотнях вариантах должны быть хоть как-то засветиться 70 человек, кто убитый, кто без рук, кто без ног, и море, море крови. Ничего этого нет, потому что и не было. Ну, поэтому такая вот постановочка, продолжаем рассказывать все, что есть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте видео, не дайте обычным людям быть в очередной раз одураченным, которые тут скорбят по несуществующему событию. Еще раз, если в процессе этой постановки погибли люди или пропали, это очень плохо и ужасно, что когда постановочное событие делается, иногда и под убой попадает какое-то разумное существо. Ну, все, собственно, до встречи и удачи в следующих выпусках. С вами был Вильгельм Буркентин. Пока!